МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, я Сергей Наумов. Вы смотрите программу Эхо, в которой сегодня мы будем говорить о скачках для лошадей чистокровной арабской породы. В студии канала «Конный мир» мастер-тренером Мурат Байрамкулов, чье тренотделение на дорожке центрального московского поддрома уже одержало ряд громких побед. Здравствуйте, мрот. Здравствуйте. Сезон только начинается, и тем не менее, вы, что называется, и в прямом, и в переносном смысле на коне. В ближайшее воскресенье на дорожке центрального московского поддрома опять же состоятся три скачки для чистокровной арабской породы, и во всех трех скачках записаны ваши подопечные. Какие впечатления от предстоящего, что ждете от предстоящего события воскресного уже? Мы ждем, как обычно, праздника в первую очередь, а там уже, как говорится, что Всевышний заст. Понятно. Ваш тренотделень, как я уже сказал, уже в день открытия скакового сезона на главной конной арене страны, эти кадры мы сейчас видим и будем это подробно разбирать, уже одержал ряд громких побед. В этой связи, естественно, что будет дальше у нас в спринтерском призе, в призе в честь Дня России и в ограничительном призе? Ну, в спринтерском призе с моего тренотделения участвуют две головы. Это Драгон Флайтерск и Кассандра Кавказ. Приз в честь Дня России участвуют Саахар и Акерланд. И в ограничительном призе для двух лет участвует Кубидон Кавказ. Кубидон Кавказ, насколько я понимаю, на дорожке ЦМИ еще не видели. Не, видели. На пробный приз он был вторым. На пробный был. Был бы вторым. Хорошо, Кассандра Кавказ тоже была вторым. Это ожидаемо или все-таки вы надеялись на победу в той скачке? Да нет, все равно жеребец сильнее был. Жаловился к ним. Ну, кстати, мы тоже об этом подробно поговорим. Сейчас же по порядку начинаем. О пробном призе для Кобыл двух лет. И смотрим, как развивались события. В основном дуэль складывалась между Пламенной Кавказ и Джульетта Кавказ. На одной ей Джуби Авецба, на другой Мурзовик Капушев. Ну, Пламенная Кавказ, она лидирует. Это такая кобыла, которая предлагает резвый темп. Ну, и Джульетта тоже там не отстает. Ну, поначалу, вроде бы, Джуби Авецба не очень хорошо принял. Остался где-то четвертый. Ну, это, видите, пробный приз. Это лошади первый раз стартуют с боксов. Там всякое может быть, как говорится. Ну, так сложилось. Они обе лошади, обе логови кобылы принадлежали одному владельцу. Ну, как бы от переменными слагаемых сумма не поменялась. Да. Абдрахман Османов, владелец обоих кобыл. Ну, несмотря на несколько неудачный, все-таки четвертым ушел из стартовых боксов Джуби Авецба, тем не менее, вот, концом выиграл. Да, Джуби Авецба вообще молодец. Я думал, что это кобыла вообще прием сделать в 31 секунду. Ага. В какой-то степени шумоголова, как говорится. Ну, молодец. Он разложил ее и по нарастающей проехал. Для меня это было удивление лично. Ну, вот мы видим как раз финишная прямая. Еще впереди здесь на Джульетте Кавказа Морзобег Капушев. Ну, вот, концом. Она там немножко подвалилась в бровку. Просто как получается. У нас в лошади проходит тренинг зимний на Петегорском, а подроме. И, как бы, ближе ездим к канату бровочному. А в Москве немножко тяжелее дорожка бровкой. Ну, мы с вами перед началом программы говорили о состоянии центральной дорожки центрального московского подрома. Они пока еще по старой привычке, но имеют такую склонность валиться в бровочный канат. Ну, это все решаемые вопросы, как бы, со временем. А там ехать, в общем-то, тяжеловато уже. Да, ну, вот это Петегорских лошадей, вот, бывает проблема поначалу. Ну, пока не привыкнут там. Пока привыкнут, что-то в голове произойдет, что-то по-другому ехать. Ну, что ж, давайте послушаем Джубей Авецбу, который одержал победу. И вот в пробном призе для кобыл двухлетнего возраста, арабской чистокровной породы. Как планировали, так и сложилась скачка. Такая задача была принята хорошо. И ехать по передам. То есть, ставить на ход ее и по чуть-чуть, и раскатывать по всей дистанции. Кобыла, как так, она резвая, скорости хватает. И как так, она первый раз скачет, и решили так выехать, по передам на ней проехать, чтобы ничего не испугалось. Все сложилось. Я доволен, хорошая кобыла. Ну, все сложилось. Переходим к следующему пробному призу уже для жеребцов двухлетнего возраста. Вновь на дорожке главные действующие лица, подопечные Мурата Байрамкулова. Вновь в седлах Джубей Авецб и Морзаби Капушев. Гран-принт Кавказ и Купидон Кавказ. Между ними, в общем-то, должна была развернуться основная дуэль. Но неожиданно вмешался Нориск Терск. Не, лично я считал вот этих двух жеребцов, и Нориск Терска, и волшебника Терска. Они показывали по работе те же секунды, даже резвее. Они ходили по работе. То есть, из ваших слов явствует, что вы, в общем-то... Я их считал. Считал их. Конечно. Они... То есть, в каком-то себе... Они что выиграли? Они очень хорошего происхождения. Нориск Терск, атаксистки. А волшебник Терска, Верейка, это такой класс хорошего. Ну, они, видите, в принципе, так по большому счету почти кучно приехали. Ну, относительно. Ну, сразу возникает вопрос, значит, это мастерство Жакеев сказалось, да? В данном случае. Хорошо, и своих подопечных, кого вы считали? Наверное, это сложилось все вместе. И Жакеев, и не Жакеев. Ну, я и считал Гранд-Принца. Гранд-Принца, он выиграл. Просто Купидон, если там вы увидели, он на противоположной прямой испугался клавиши такой красной. Ну, как сказать... Разделительные, которые разделяют, да? И немножко повалился там, и как бы упустил свою дорожку. Ну, ты обращаем внимание на финишную прямую, выделяем четырех лошадей. Гранд-Принц Кавказ, Купидон Кавказ, Нуриск Терск и Волшебник Терск. Вот они... Ну, Морзобек после скачки сказал, хороший тренажер. Ну, мы его еще послушаем. Не, я имею в виду, что отрабатывать посыл такой, работать на... Но эта лошадь не двухлетняя, если так честно, вот эта, которую Гранд-Принц выиграл. Вот эта лошадь на три года. Просто приходится скакать на два года, что сделаешь. То есть форсировать события вы не собираетесь? Нет, эта лошадь... Или Эдуард Мордухович придерживается другого мнения? Ну, у Эдуарда Исаковича тоже свое мнение. Мы его поддерживаем тоже, его мнение. Ну, вообще эта лошадь, мне кажется, в идеале будет на три года. В идеале будет на три года. Ну что ж, давайте послушаем, что думает о своих лошадях их владелец Эдуард Мордухович. Да, всех одинаково. Не могу ничего сказать. Это они от одного производителя. У них один отец, один завод их делал. Жакеи все у меня тоже одинаковые. Нет, ни за кого не болел. Только чтобы были наши. Болею всегда за Бордо. Этот цвет был куплен на сотый в Лондоне на аукционе много лет назад. И он на весь мир меня представляет. Итак, таблица прудного приза для жеребцов арабской чистокровной породы двухлетнего возраста. Гранд-Принц Кавказ 1, Купидон Кавказ 2. Второй, да, но риск Терцк, который проиграл только шею Купидону Кавказу. Ну и дальше волшебник Терцком. Ну, в общем-то, мы же говорили о том, анонсировали события ближайшего воскресенья. Будет еще интересней. Ну да, будет. Если вы же сами же сказали своих соперников, что они сейчас в полном порядке. Ну да, там еще один с их конюшней добавился. Четыре головы будет Терцком. Четыре головы? Терцком. Владимир Василенко. Да, Владимир Василенко. Переходим к призу открытия скакового сезона. Кассандра Кавказ, хорошо зарекомендовавшая себя по прошлому сезону. Но, тем не менее, вот концовочка несколько не получилась. Или все-таки четвертое место в осеннем призе? Да нет, это не уставшись. Это не уставшись, это мои эксперименты непонятные для чего. Так, вот любопытно. Что тогда было? Почему четвертый финишировали? Да, потому что мы только с Москвы приехали, и через неделю они, по-моему, где-то там близко участвовали в скачках. Лошадь просто под уже не акклиматизацию, а реакклиматизацию попала, ну, повторно. Я думаю, если другая такая лошадь с этой группы так съездила бы, она бы четвертая не была бы. Ну, реально, говорю, вещи как есть. Хорошо, реальные вещи, что для Кассандры Кавказ тяжело. Мы уже об этом вскользь упомянули. С Амином соперничать с жеребцом. Нет, ну, Амин, жеребец французской селекции. Это, наверное, лошадь немножко другого уровня. Ну, все равно она тоже достойно там выступила. Классом выше? Ну, конечно, выше. Его первый старт, если я не ошибаюсь, да? Ну, конечно, в дальнейшем будет прибавлять. Но, тем не менее, Кассандр боролась до последнего, подъехала. Да, молодец, но... Ты даже вроде бы объехала на финишный привод чуть-чуть, да? Они там в 32, видите, ну, заканчивали последнюю пятисотку. Иногда чисто кровные в 32 не заканчивают. Опять мы видим соперника. Тем не менее, вот, на самом деле, фаворитом многие считали именно Кассандру Кавказ. Ну, наверное, по прошлым успехам. Аминова мало кто видел. Ну, да, она тоже так не очень далеко, но все равно. Жеребец есть жеребец. Он сильный. Я думаю, он еще себя не раз проявит. А у нее дело будет скакать с кобылами в дальнейшем. Там еще один раз мы рискнем жеребцами. А потом уже прекратить... Это тоже эксперимент, да, Мурат? Нет, это не эксперимент. Это просто, как сказать, поголовье тоже не такое большое на московском ампадроме. И приходится, ну, как сказать, добавлять там. Ну, ввиду того, что Амина от Аф-Аль-Бахара и Амбр мало кто знает, несколько слов об этом жеребце более подробно. Расскажите нам. Он был куплен Эдуардом Исаковичем на аукционе в Аркане, во Франции. И его отец Аф-Аль-Бахар, вот он сын известного Амера. Он сам не скакал, но он дает очень таких ставках хороших жеребят и уже выигрывает там большие призы в Европе, в Катаре, ну, и везде. А материнская сторона от Ньюмана. Ньюман тоже очень известный производитель. Ну, родители практически у всех бывают хорошие, но это, я думаю, достойный их сын будет. 1800 для него именно то, что подходит или все-таки? Да не, ему без разницы, мне кажется. Даже без разницы, да? Мне кажется, ему просто без разницы. Это такая уравновешенная лошадь, которая, не знаю, он ни на что не реагирует. Любопытно. Ну, вот сейчас давайте посмотрим финиш. Как раз вот нам выделяет трех лошадей. Амина Кассандра Кавказская, которая на финишной прямой вроде бы подъехала, но тем не менее Морзобек Капушев уминованно одерживает победу. Ну, и там очень достойно прошел жеребец тоже Терскоконзавод. Аккорд Терск. Да, хороший жеребец. Тоже навязывал борьбу по ходу и дистанции. Да, да, они хорошие жеребята. И просто пока не получилось. Но в дальнейшем, я думаю, они тоже себя очень хорошо проявят. Ну, теперь слушаем Морзобека Капушева, что он думает о своей победе на жеребце Амнии. Лошадь молодая, первый старт у нее был. Хотя другие соперники уже были скакавшие. Но он достаточно такой опытный и боролся, знал, что это надо делать. Соконюшеница на последних 600-700 метров подъехала, объехала нас и шла впереди. И мой по-финишной прямой, ну, больше сил был, а я хороший, и был бросок у него. И этим броском он на стыке обыграл. Таблица итоговая. Приз открытия. Скачка третьей группы для арабской чистокровной породы. Амин первый. И далее Кассандр Кавказ. Аккорд Терск на третьей позиции. Ну, и далее те, кто участвовал в этой скачке. Ну, мы видим, что соперничество, на самом деле, в этот воскресный день сводилось в основном между Джубей Мавицбой и Мирзабеком Капушевым. Ну, вот во вступительном призе в спор двух мастеровитых жакеев вмешался третий. Давайте посмотрим, что происходило во вступительном призе. Сахар и Акерланд. Мурат Батронкулов, его тренотделение. Ну, еще была одна лошадь. Харакан, почему он был снят в итоге? Харакан, он по везеринарным причинам не смог приехать. Он тренировался не прямо на московском подвале, а там по холмам, как говорится. Ну, в дальнейшем-то мы его увидим? Да, навряд ли. Навряд ли даже, да? Какие-то везеринарные проблемы. Да, он уже, наверное, будет заниматься плодовой деятельностью, как говорится. Ну, что ж, тем не менее, остаются Сахар и Акерланд. По скачке мы видим, что Сахар с большим преимуществом ведет. Особо не налегает даже на повод, спокойно едет. Ну, это так, визуально, наверное, кажется, спокойно едет. Ну, во всяком случае, вот визуально мы смотрим на экраны, и у него большое, очень большое преимущество. Надо стальными. Ну, Сахар такая лошадь, что, видите, она фронтовая, но как бы себя... Только по передкам. По передам ходит. Ну, и мы видим, что ЖБА, АВИЦБА, выигрывает без особых проблем. Ну, Акерланд, он... Что с ним? Нет, с ним ничего. Если вы посмотрите резвость, то разыграли они в 18-9. А последние 2-3 года там они резвее 21-3 не разыгрывали. То есть, скачка была разыграна примерно на 2,5-3 секунды резвее, чем остальные года. Ну, резво разыгранно. И если на секунду Акерланда просмотреть, это примерно, ну, как минимум не хуже, чем победитель прошлогодний и позапрошлогодний. Ну, допустим. Ну, естественно, заревает вопрос. Ну, почему он, допустим, в данной ситуации... Он тяжелый. Ну, лошадь не готовилась к этому конкретному призу. У нее, как бы, другие планы. Вы только что заметили, что разыграли намного резвее, чем было в предыдущие годы. Что-то изменилось в подготовке? С чем это связано? Почему резвее? Ну, вряд ли на это повлияла дорожка. Нет, дорожка, может, тоже как-то повлияла. Я просто не могу судить в те годы, как была дорожка. Ну, я вот, сколько на московском ампадроме принимаю участие, а только один раз было резвее разыграно. Это когда Ивоти с Фекундилопом там разыграли в 16,5. Ну, вообще, мне кажется, это рекорд вообще московской дорожки. А так это очень резво разыграно. Я уже упоминал только начало сезона. Нет опасений, что потом наступит какой-то спад? Ну, опасения всегда бывают. Но мы для этого и работаем. Что-то изменяли в своей подготовке к сезону? Конкретно всем. Может быть, точечно или по конкретно, как и по лошадям, что-то делали? Ну, по Акерланду изменяли. Изменяли. Да. Насколько он сейчас готов? И насколько он потом будет соперничать? Да, я думаю, что он вообще был готов. Ну, я не хочу там в процентовке как-то, но он на две трети своей только готов. На две трети. Да. Ну, мы, кстати, его вот слышали. Он даже вот, когда мы там будем скакать, 30 мая, он записан опять на этаже компания. Я думаю, он еще до сих пор не идеальный. Он к идеалу должен подойти, по моим прогнозам, к четвертой скачке где-то. К четвертой скачке только, да? Сейчас, в общем-то, вы от него не требуете, чтобы был. Да я вообще с ним не спешу. Что касается Сахара, уверенная победа? Сахар себя очень хорошо чувствует после скачки. У него хватает двухнедельного отдыха для того, чтобы восстановиться? Не хватает ли Акерланда? А у нас выбора нет. Другого выбора нет. Мы с удовольствием бы через три скакали бы. Давайте еще раз посмотрим таблицу итоговую вступительного приза для лошадей арабской породы 4 лет и старше. Опять же, обратим внимание на резвость. 2,18,9, 2000 метров. Очень прилично для данного времени года. Обращаем также внимание, что в спор вот как раз Сахара и Акерланда вмешался Нордфорд Терск. Я же повторю, этот жеребенок, он тоже брат вот этого двухлетнего. А что у этого Нордфорд Терса, что у того, я кличку подзабыл, но Коминс Терс, и таксист, 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 отец Фолостелла, тоже завезенный Эдуардом Исаковичем. Ну, мне вот этот жеребенок нравится, он и показывал хорошие результаты, в принципе, по работе. То есть это ни в коей мере не сюрприз, что он остался вторым в этой скачке? Тяжеловат пока? Не, хотелось бы, конечно, первым, вторым быть, но эта лошадь достойно ходила, и я как бы ее считал, и очень даже серьезно. Если смотреть на будущее, опять же, мы говорим о ваших подопечных, о Сахаре и Акерланде. Есть ли смысл, вы уже заметили, что Сахара по передам ездит только, есть ли смысл сейчас что-то делать, чтобы он как-то по-другому, какую-то другую тактику выбирал, ну, на дистанции более длинные, допустим? Да нет, я смысла не вижу Сахара записывать на длинные дистанции, для чего смысл? У него свой этот диапазон будет, там есть призы на 1600 метров, но самое главное 1800. Поэтому вот сейчас он записан на 1800, я хочу посмотреть, как он на 1800 пройдет. Потому что соперники будут серьезные на большие дела там, и так просто тоже не дадут ехать. Ну, опять же, если вы говорите, что, в принципе, не собираетесь его, что называется, ломать, да, что он будет ехать по передам, значит, другой тактики вы не видите. Нет, тактики-то я не вижу, но наше дело подготовить лошадь, чтобы она и такой тактикой могла дойти от старта до финиша, а что получится, это мы увидим. Но он другой, чем в том году, естественно. Лучше, хуже? Лучше, конечно. Лучше. В том году, извините за такое выражение, он был бездушный. Сейчас он окреп. Да, любопытно будет как раз последить, ну не только, естественно, за соперничеством с другими лошадями, но и за соперничеством с Ахарой и Акерланда. Причем, Эдуард Мурдухович, опять же, владелец собой их лошадей, он больше переживал в этой скачке, допустим. Это не попало у нас сегодня. Ну, наверное, за Акерланда. По его словам, но тем не менее, он прожил за Акерланда. Ну да, он любит Акерланда, потому что Анастасия, Анастасия его кобыла была, ну и он всех покупает от Анастасии. Ну а Ахар же не виноват в этом. Ну да. Ну что ж, посмотрим, посмотрим, что будет дальше, и за тем, что будет дальше, в общем-то, далеко ходить не надо. Опять же, напоминаем, 30 мая, опять же, три скачки на центральном московском ипподроме для рабской чистокровной породы. Ну а мы переходим к тому, что состоялось раньше на главной конной арене страны. Еще одна скачка, в которой не участвовали ваши подопечные, тем не менее, естественно, вы за конкурентами смотрели. Кобылы трехлетнего возраста участвовали в этих скачках, и вот, пожалуйста, ваши впечатления о том, как они проехали в этот день. Ну, у меня впечатления есть, но я их не буду говорить вслух. Я их, потому что... Ну, причину хотя бы озвучите, чтобы куда... Потому что я видел, кто как и где едет. Так. Начинает хорошо, лучший старт, во всяком случае, Маяса. Да. И на Аль-Хакунов на ней едет. Да. А Павела там, по-моему, Франция, да? Да, Франция Терск, которая рассматривалась в этой скачке фаворитом. И опять же, вот вы говорили, она полная сестра. Ну да, она тоже полная сестра вот этих товарищей. Терск, да, полная сестра. Опять же, отец фаллоскопии. Ну, Коминстерск, Аксистка. Да, Коминстерск, Аксистка. Ну, мне вот, если так честно, вот эта воля Дубай-Терск, думаю, это лучше, как было в этом тренаделении. А Дубай-Херос и Верейки. Да, он так нормально стерег поляну. Потом, когда увидел, что угрожает этой Франции, ну, поехал тоже. Ну, здесь достаточно любопытный был финиш, очень хороший. В Франции Терск осталась первой. В Оле Дубай-Терск на второй позиции прогревала только голову ей. Маяса финишировала третий. Маяса, я тоже думаю, что не все карты прямо раскрыла. Тоже, я думаю, она будет крутиться. Ну, на ваш взгляд, опытного мастера-тренера, насколько готовы вообще эти кобылы сейчас трехлетнего возраста? Нет, ну, они довольно-таки хорошую резвость показали. Ну, такую стабильную, если по пятисоткам рассмотреть, ну, 34,1, 34,7, 35,9, в принципе, ровно. Ну, концом подустали, на ваш взгляд, или просто уже... Да нет, я думаю, для кобыл это нормальная резвость. Нормальная резвость была. Да, ну, по крайней мере, на данный момент. Ну, вот эта кобыла, я думаю, добавит, которая была вторая, Воля Дубай-Терск. Ну, может, и те добавят, кто его знает. Ну, пока вот вам приглянулась она именно, да? Да, она выделяется. Я думаю, на дистанцию она будет лучше. Когда увеличится, да, 1600, сейчас ехали? Ну, видите, вот эти кобылы, там еще плюс моя, она, ну, это, как ее, Кассандра Кавказ, это претендентки на Окс, на 2400, там уже... Ну, вот я как раз к этому, когда вы упомянуете свою Кассандру Кавказ. По сравнению с теми, которые сейчас выступали в этом призе, и мы посмотрели итоговый результат. Получается, расходятся они пока, как бы, ну, не встречаются. Я, как бы, раньше записал, они на неделю позже, я опять сейчас записал, ну, и потом опять встретимся. То есть, все самое интересное. Ну, им немножко попроще, у них четыре головы, но кто его знает. Ну, почему попроще четыре головы? Ну, четырьмя головами. Команда и тактика? На это намекаете, что может присутствовать? Может, почему нет? Да. Ну, у вас тоже немаленькие тренотделения, на самом деле. Ну, кобыла у нас всего лишь одна. Ну, зато какая. Ну, поскольку. Мы были по прошлому году, и, в общем-то, неудачного старта в осеннем призе. Только что ни о чем не говорите, вы это объяснили. Загадывать не будем, но как получится. Ну, хорошо, посмотрим. Пока же Франция Терск одерживает первую победу в своей карьере при семи стартах. И, в общем-то, как заметил Мурат, будет, возможно, и она, и другие, как было из тренотделения Владимира Василенко, конкурировать с тренотделением Мурата Байрамкова. Также 29 мая, в субботу, для арабской чистокровной породы большие события нас ждут в Краснодаре. Состоятся четыре общие сложности скачки, и очень хорошее поле, очень хорошие записки. Общий скаководий день называется большой летний приз. И, в общем-то, большой летний приз, наверное, это и главное событие, или все-таки приз элиты главнее, как на ваш взгляд? Для лошадей арабской породы? Большой летний – это для трехлетних больших, а элиты... Если его сравнивать, два приза, какой вам больше приглянется? Какой более престижный выиграть? Элиты, наверное, или все-таки большой летний? Элита, ну как, каждый год элита, большой летний один раз в жизни, как и дерби, в принципе. Хорошо, вы наверняка уже видели записку. Что вы можете сказать об этих двух призах? Мы их выделяем в первую очередь. В большом летнем там Граб и Вронский, ну как бы, они выходят как бы фаворитами, в моем понятии. Ну, не исключено, что и Вольный Дон с Ирюсом тоже как бы составят им конкуренцию. Ну, я так понимаю, что вот большой летний приз, здесь записаны только жеребцы, кобыл, которые могли бы, наверное, соперничать с ними. Не знаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, такие как «Динамика», «Обстные леди», записаны в приз «Таращи», который в этот же день состоится. Да, несомненно, но у них как бы свой приз у кобыл. Ну, видать, тренера посчитали, что на данном этапе лучше там проехать, как бы. Она, «Динамика» тоже еще не стартовала, ну, и там многие еще не стартовали. Там много достойных, хороших кобыл, даже и выделить так прямо с одного этого равная такая компания. Призы «Литы», скачка второй группы в записке «Покер», «Блок», «Капитан Флинт», «Легионер», «Смерч». Ну, да, по крайней мере, четыре головы – это «Сливки». Ну, «Покер», «Блок», «Легионер», ну, и «Смерч» тоже. Так, не совсем «Сливки», но рядом. Ну, и что покажет «Капитан Флинт»? Тоже большой сюрприз, он тоже хороший жеребец. Ну, я думаю, здесь соперничество между «Покером», «Блоком» и «Легионером» в большей степени будет, не знаю. Мое личное такое субъективное мнение. Ну, какая-то есть информация, в каком порядке сейчас эти «Лошади». Ну, на самом деле, «Блок» и «Смерч» мы выделили на дорожке Павловского ипподрома, где состоялось открытие сезона Краснодарского ипподрома. Ну, из-за того, что тогда дорожка в Краснодаре была не в лучшем состоянии, как раз вот скачки проходили на Павловском ипподроме. В пользу «Покера» идет, что на нем едет «Морзобек». Вот кто бы мне что ни говорил, «Морзобек» – это гарантия, по крайней мере, в какой-то процентовке победы. Ну, какой-то процентовке, на ваш взгляд. Не, ну, допустим, если лошадь может готовность у него 80%, «Морзобек» может на этой лошади выиграть. Вот это я могу сто процентов утверждать. На сто процентной готовой лошади, ну, любой у нас много достойных, и все ребята молодцы, хороших шокеев, но музыка я знаю, что он может на средней лошади иногда чудеса. А «Покер» далеко не средняя лошадь, это все-таки всероссийский дербист. Я думаю, вот так как-то, ну, пусть никто не обижается, но «Покер» – легионер и блок. Вы бейте «Покера» на первом позиции? Ну, я хотел бы его видеть. Потому что он с Пятигорска, как бы, ну, мы вместе на ипподроме находились, я болею за него, а там… Ну что ж, друзья, прав или не прав наш сегодняшний эксперт, вы сможете узнать, посмотрев прямую трансляцию 29 мая из Краснодарского ипподрома. Начнется она в 11.40, в ближайшую субботу. Не пропустите. Мне остается сказать большое спасибо нашему сегодняшнему гостю за участие в программе «Эхо». Напоминаю, в гостях в студии канала «Конный мир» был Мурат Байрамкулов, мастер-тренер. И говорили мы о скачках для лошадей чистокровной арабской породы. Не забывайте смотреть на YouTube-канале. До встречи в следующей программе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова